Жители села Сахандо ждали новую школу уже давно. В 2014 году экс-губернатор Забайкалья Константин Ильковский обещал ее построить и открыть к первому сентября того же года. Из-за выявленных нарушений при ее строительстве сроки неоднократно сдвигались, менялись и подрядчики. В итоге возведение объекта затянулось на четыре года. Но и в 2018, когда школа была полностью завершена, двери свои она так и не открыла. Экспертная комиссия заключила, что марка бетона некачественная, здание опасно для эксплуатации. Прошло пять лет, а ситуация так и не разрешилась. У меня два ребенка. Первый ребенок уже закончил школу, но мы еще думали, что он пойдет в строящуюся школу. И второй ребенок. Сейчас она перешла в девятый класс. Тоже думали, что пойдет в первый класс. И получается, она, видимо, так и не закончит новую школу. Дети по-прежнему ходят в старую деревянную школу без благоустроенного туалета. И из окон обшарпанных кабинетов с грустью заглядываются на новенькое здание. С каждым годом количество учеников все растет. Приходится учиться в две смены. Вообще вместимость этой школы, проектная, скажем, на 80 детей. А нас на сегодняшний день 176. И еще в связи с тем, что с организацией горячего питания у нас забрали один рабочий кабинет под столовую. И у нас фактически сегодня семь кабинетов. У нас перерыв между сменами 35-40 минут. То есть условия, если честно, но недопустимые. У нас есть такие кабинеты, где не должно сидеть 23 ребенка или 22 класса. Если 26 детей, мы их делим. Спортивного зала в старой школе нет. Вместо уроков физкультуры дети играют в шахматы и делают легкую разминку. Умудряются даже заниматься танцами. После уроков вальсируют прямо тут, в школьном коридоре. Никаких ни секций, ничего нет. Дети, вот когда у них спрашиваешь, на какие кружки вы хотите ходить, они говорят, мы хотим спортивные секции, мы хотим развиваться, мы хотим бегать, прыгать. То есть у нас ничего такого нет. Вот это самая главная проблема. В давно построенной, но до сих пор не открытой школе есть и большой спортивный, и актовый залы с мультимедийным звуковым центром и цифровым пианино. Сейчас они опечатаны. Там хранят учебные пособия и компьютеры, которыми дети не могут пользоваться до тех пор, пока школа не будет принята. Классы укомплектованы под завязку. Есть интерактивные доски. Доски для маркеров, специальные вентиляционные шкафы для работы с реагентами. Заходи и учись, но правда за пять лет здесь все покрылось лишь слоем пыли. Уже сегодня необжитое здание без людей начинает разрушаться. Школа в зимнюю стужу не прогревается должным образом. Просто поддерживается необходимая температура, чтобы не промерзли трубы. Из-за этого грунт при смене сезона слишком подвижен. На полу и стенах лопается и отходит плитка. При строительстве и реконструкции здания допущены определенные недостатки, которые препятствуют его безопасному использованию и воду в эксплуатацию, что подтверждается результатами 17 проведенных экспертиз. При этом в выводах экспертов имеются разногласия, которые касаются возможности устранения этих недостатков. В связи с этим прокуратура края в адрес правительства региона в ноябре текущего года отнесла представление, подлежащее требование провести дополнительное обследование здания с целью определения возможности его реконструкции или капитального ремонта. Данное представление в настоящее время приходится на рассмотрение. Окончательное устранение нарушений остается на контроле органов прокуратуры края. Конкретных сроков пока никто не называет, но надежда, как известно, остается до конца. Жители Сахандо все еще ждут, что в 2024 году звонок для первоклассников прозвенит уже в новой школе. Екатерина Пешкова, Григорий Анипер, Даниил Ботвинский, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.